Добрый день, вы на канале Ментола. Хочу показать бой против игрока на мат. КЗ1. С недавних пор мне начали нравиться фермы. И теперь... Это уже где-то третья или четвертая ферма за ближайшую, прошедшую неделю. До этого я такими вещами не занимался. Сейчас просто мамонта прокачал. Играть стало гораздо комфортнее. Но все равно есть свои особенности, свои сложности. В этом бою постараюсь их показать. Играл день или два дня назад. Так что не сильно свежий бой. Но я помню, что были очень хорошие ощущения от этого боя. Было реально интересно. Ну, для начала я вот пять центров снабжения поставил. Сейчас еще шестой будет ставиться. Штаб. И разведочку сразу ставим в кусты, засовываем. Чтобы время от времени во время боя вылазить и палить в тактику противника. Конфедерация, к счастью, такого сделать не может. Это только наше дело. Дело сопротивления. Одно из наших значительных преимуществ. Штаб уже качнули. Вот, как видно, я командные очки прокачал. Тоже. Вместе с мамонтом. Мамонт же немало командных очков занимает. Особенно ферма. Поэтому нужно было их качнуть. Противник не торопился. Спокойненько вышел. В Зевсов сначала. Потом еще там во что-то. Тут, в принципе, можно ускорить. Но я собирался сначала его зарашить ЕГА ХАМом. Вроде бы. Сейчас как раз таки это проверим. Шесть ТС для начала. Три Электры. Тут вот мы смотрим. Циклончик уже вылетел. Даже два. И два Зевса готовятся. Что предвещает не самый хороший исход событий, если не использовать Диких или ПВО. Но в итоге в этом бою я ПВО больше использовал, чем Диких. Вот. Короче, с циклонами. Противник собирается карту контролировать. Мне, конечно же, это дело не нравится. Поэтому сразу же готовим Диких. Вот. В ближайшее время здесь будут поставлены некоторые установки ПВО. Как видим, у Намада тоже. Шесть центров снабжения. Два завода. Штурмовой техники и один авиазавод. У меня вместо авиазавода завод спецмашин. Вот. Значит, начинаем мы ставить здесь. Установки ПВО. Расширяем свое владение. Расширяем свою базу. Сюда Дикобраза поставил в очень выгодное место. По-моему, циклонами контролирует. Тоже довольно выгодно. Хотя пехотинцы моего этого так и не смог спалить. А Дикобраз здесь полезен тем, что он и здесь контрит, и здесь контрит все. Здесь бы тоже хорошо было Дикобраза поставить на первое время. Ну, я уже установки ПВО стал ставить. Готовимся, значит, к ферме. Вот уже предпосылки есть. Ставим еще один завод спецмашин. И потихонечку собираем уже войско. Если бы я сразу взял этот холм, тогда, возможно, противник прорвался бы здесь, или здесь, или еще где-нибудь. Или просто на холме у меня бы подождал и добил там войско, которое заезжало бы. Вот ни в коем случае нельзя ехать ягуарами, хамелеонами, или чем-нибудь еще на неизведанное пространство на холме. Это одна из самых больших ошибок, которые можно допустить. То есть, если даже хамелеон активирован, и войско вот так вот едет, там с ягуарами, мамонты сзади. И если здесь ждут хотя бы столько же зевсов, сколько у нас есть ягуаров, не считая хамелеона и мамонты, то эти зевсы в легкую справятся и с хамелеонами, и с ягуарами, и со всей базой, в принципе. Поэтому очень важно либо пехотинца отправлять, либо стрекозу. У меня стрекоза слабенькая. Можно также кречетом пользоваться. Кречеты это очень хорошая тема. Здесь я не рисковал долго-долго. Почти весь бой боялся кречетом использовать, потому что это все-таки трата ресурсов. А ресурсы мне всегда нужны были на другие вещи. Вот здесь, например, я заминировал. Противник это, скорее всего, просек и пошел с холма на меня нападать. Здесь я тоже стал минировать, значит. Тут враг мой охраняет территорию немножечко. Ну, как может. И вот, в принципе, уже собирается готовить такую первую атаку. Ну, мы тут ягуаров разложили, мамонтов поставили, хамелеон, на все как надо. Позиция здесь довольно выгодная. То есть, не сильно близко к этому холму. Нужно ставить ягуаров на таком расстоянии, чтобы зевсы съезжали. Чтобы зевсы не били с возвышенностью. Они вот съезжают и идут в самое пекло. Прям туда, куда мне нужно. Тут еще вертексы подлетают. Вертексы меня в этом вою, по-моему, висели немножечко. ПВО приходилось больше ставить. И грады, конечно же. Куда же без градов? Приходится мамонтами выбивать градов. Принудительным огнем. Если бы мое войско стояло ближе, вот сейчас я некоторую ошибку допустил. Хотя, наверное, в этом случае это даже не ошибка, потому что я понимал, что большая часть войск противника уже разбиты. Но вот так вот ни в коем случае нельзя делать, как здесь сейчас хамелеон едет. Если ты не знаешь, что на холме, то так делать вообще опасно. Ну, тут я знал, что у противника войск не сильно много осталось, поэтому можно было хамелеонам, ягуарами. Тут стая зевсов нас не поджидала, потому что большую часть юнитов противника мы разбили. Некоторые успели отступить. Ну, намат умно поступает. Циклон им подсветил, вертексы мы убил. Тут установочек ПВО мне побольше нужно было. Ну, что-то, что-то я их не поставил тогда быстро. Хотя ресурсов довольно много. Мог бы уже и кречетов заказать. А, тут я решил пойти в развитие фермы. Ну, то есть тут мы ставим еще один цепь оснабжения, еще электростанцию ставим. Штаб раны качать не имеет особого смысла, потому что небольшая, правильно расставленная армия мамонтов, ягуаров и хамелеонов под прикрытием установок ПВО может многое решать, даже с не сильно большим количеством юнитов. Вот. Ну, то есть собираемся с армием. Пехоты немножечко светим, смотрим, что противник замышляет. Здесь мы производим вертексов. Да, вот вертекс вылетел, но его не видно, потому что не такой большой юнит. Не так близко у него пехотинец там стоял. И Зевс. Зевс здесь выехал. Ну, вот уже не производится. Наверное, командные начинки закончились. Скорее всего, противник в данный момент копил наш штаб четвертого уровня. Вот, видим, еще армия у него заезжает. Ну, то есть здесь уже большое количество войск, как капливается. И броненосцы немножечко засвечивают Зевсов. Но делают это ценой своей жизни. Броненосцы успели поставить некоторое количество мин. И все. И теперь просто ждем, пока к нам приедут на званный ужин. Здесь вот пехотинец, которого мы противник так не спалил. И мамонт, там, может, пехотинец очень сильно помогал. Ну, противник, если бы был более опытный, то он бы понял, что что-то здесь не так. И градами, принудительным огнем долбанул бы вот сюда. Пустой, этим. Вот, происходит тут перестрелка опять. Едут Зевсы, грады. Прям на огонек. Хоть у меня не сильно большое войско, но... Больше половины моих юнитов выживают. А противник в этом случае теряет вообще все. Тут я опять же не рискую. Не лезу на холм. Потому что... Несколько вертексов или циклонов сильно могут испортить ситуацию, если я уже займу верхушку. Но не поставлю ПВО туда. Вот. Поэтому я принимаю решение ставить строительный двор. Здесь небольшой отряд. На случай, если одинокий Зевс заедет. Это, как мы видим, Зевс, град и пехотинец. Или там два пехотинца. Их мы догоняем и убиваем. Ну, там, кого успели убили, кого не успели, не убили. Тут циклон. Да, вот циклон. Он уже мешает довольно сильно. Вертексы быстренько чистят 3D армии. А я пытался ставить ПВО, но нет. Противник вовремя среагировал. Загнал кучу своих юнитов на холм. И все мои ПВО очень быстро аннулировал. Приходится дальше держать оборону. Вот здесь довольно близко ягуары к холму стоят. Но здесь преимущество в том, что они под хамелеоном. То есть, если бы хамелеона не было, то ягуара так ставить вообще не вариант. Я это понимаю и увожу их немножечко подальше. На расстояние выстрела Зевса. Ну, то есть, вот нужно, чтобы Зевс спускался и только оттуда мог стрелять. Чтобы Зевс не стрелял с пригодом. Это аннулирует преимущество ягуара в том, что ягуар более дальнобойный. Ну, мамонты, конечно, еще более дальнобойные. Поэтому мамонтов можно еще дальше ставить. Так, короче, вертексы тут долбят хамелеонов немножечко. Ягуары и мамонты разбираются с Зевсами быстро. Потом, значит, срочно нужно переключаться на градов. Потому что грады там тоже где-то находятся, вот здесь, на вершине. Сейчас они, скорее всего, в режиме движения. Поэтому не стреляют. Неизвестно, что там с этими градами. С Зевсами мы очень быстро разобрались. То есть, намад практически не использовал принудительный огонь. Он просто стрелял по установкам ПВО и думал, что этого достаточно. Штаб, как видим, я уже прокачал на четвертый уровень. Поставил еще пару центров снабжения для более эффективной фермы. Но установок ПВО все еще не сильно много. Хотя уже прям прослеживаете, что их и немало. Расширяться на холм пока что так особо и не получается. Вот тут противник опять загоняет юнитов. Здесь он не рискует идти, потому что понимает, что минное поле. Хоть здесь минное поле и не сильно большое. Но он все-таки предусмотрительно пытается залезть на меня с холма. С этой стороны вообще ничего не предпринимает никаких действий. Хотя, если бы он быстренько пошел с этой стороны, большей части юнитов. Ну, просто разделить армию на две части. Одну часть армии сюда, другую часть армии сюда. Я думаю, у меня были бы большие крайности контритера. Вот уже какая третья или четвертая атака его заканчивается неудачей. Зевсы разве что успевают ломать не центр снабжения, а строительный двор. Несколько юнитов моих убивают. И потом все, перестают существовать. Вот они уже отступают. Грады бедные под огнем мамонтов. Дохнут как мухи. Зевсы ездят, что-то ничего особо не делают. Пытаются, что-то пытаются, но не получается у них. Циклонами противник засветил почти всю мою разведку, кроме вот этого пехотинца. Этот пехотинец здесь сидел, и я бы ему медаль даже уточил. За то, что он так долго докладывал о действиях противника. Здесь на всякий случай я делаю принудительный огонь от мамонтов на возвышенности на этим. Ну, чтобы противник знал, что область простреливается, чтобы он не рисковал туда лишний раз и не шел. Вот, унитов у меня что-то достаточно мало. Занимаюсь я здесь производством, строечкой. Ну, то есть, вот, это уже какой-то процесс запугивания происходит с моей стороны. Помню, здесь, по-моему, довольно долгая пауза между сражениями. Вот опять он войско собирает, собирает потихонечку. У меня здесь ферма успешная. Так, строительный двор я уже ставлю немножечко подальше, поближе к своей базе, подальше от противника, чтобы с Девсом было сложнее до него достать. Несколько хамелеонов собрал, мамонты все простреливают, ну и ягуары на защите немного. Так, вот, вертексы уже полетели. Как только вертексы летят, сразу же хамелеоны включаем. Ну, пару раз он мне, конечно, выбивал хама, но каждый раз у него это не получалось. Он, по-моему, вертексов терял больше, чем я хамелеонов. Оно и понятно здесь, квосили намного. Вот, видим, видим уже что-то происходит. Начинает намат вертексами присылать, как только может. Наверное, ждет, что я хамелеона разрежу. Так, тут я пытаюсь заминировать. И вот, грады пошли, Зевсы пошли. Зевсы прям на мины сейчас пойдут. Я даже хамелеонов не включаю. Во-первых, потому что у меня только один остался, и вот я его включил, когда настал момент. А во-вторых, потому что это не сильно важно-то было. Просто понимал, где противник находится, и мамонтами туда долбил. Ну, а ягуара так на прикрытие. В этом моменте пару кричитов мне бы, конечно, хорошо помогли. Но это 10 КО, и довольно большое количество внимания на это нужно уделять. Микроконтроли, там, все дела. Вот, стрикос я принимаю решение делать для того, чтобы светить карту. Чтобы знать, чем противник занимается на возвышенности. Знать, когда можно сюда заходить, когда сюда лучше не заходить. Один циклон убегает от стрикос, и вертекс избивает мои вертолеты. Во. Во и строительный двор немножечко потеряны. Ну, ничего, восстанавливаем. Не в первый раз. Пять атак отразили, отразим и шестую. Тут намат уже собрал какое-никакое войско. И вертексами начинает опять, опять-таки вертексами прессовать. Без вертексов в бою было бы скучно. Без вертексов не пришлось бы ставить так много побова. Ну, вот тут, в принципе, можно было бы уже кречетов производить. Денег много, места есть. Тогда завод простаивает. Крова тоже достаточно. Мамонтова, вон, рисую града. Все в кабычном. Вот именно все по этому фронту происходит у нас. Броненосец не выдерживает того, что на него покушаются зерсты и грады. По северо-восточному фронту мы очень успешно оборону держим. Противник все пытается, пытается прорвать, но никак не получается у него. Наверное, я надеялся, что он хлопнет двух зайцев сразу, прорвет оборону и убьет всех моих винников. Но прорвать оборону мог быть здесь или здесь, где вообще обороны не было. Он этим, почему-то, конечно, не занимается. Ну, ладно, это его дело. Наверное, хотел играть как посложнее. Ставим побольше по лошадь. Снайперскую вышку уже можно поставить даже. Вот вертекс сбивают, видим. Ну, мамонтовыми долбим. Долбим мамонтами. Неизвестно почему, конечно. Было бы неплохо сюда куда-нибудь снайперы запихать. Но циклоны все пали. Тут уже разведчик подсказывает, что можно сюда заехать. Хамелеоном с ягуарами. Ну, там, четыре ягуара и хамелеон. Стандартные ситуации. Можно заезжать и не бояться жесткого трессинга. Так, вот. Это у нас, получается, последняя битва. Противник уже выдохся. Кажется, не совсем контролирует свои действия. Градов вперед отправляет. Зевс у него сзади едут. В итоге на минах подрываются все, а мамонты их добивают. Вот, тут еще Зевс. Крепкий Зевс. Сколько же выстрелов тяжелой техники он выдерживает? Реально крепкая штука. Так, две количества, как видимо, вообще не делал. Наверное, в другом бою делал. Ферм-то сейчас много, как я уже говорил. Сложно прослеживать, где я что делал. Но вот эту ферму я запомнил тем, что именно Северо-Восточный фронт оборонял, как только мог. Под конец боя уже собирался сюда еще мины накидать. Ну и понял, что противник давненько ничем не занимается. Вот. Мамонтов побольше строим. Ягуаров немножечко. Просто для того, чтобы теперь спереди были. Так, вот разведку стрекозы мы осуществляем. Смотрим, что тут почти никого не осталось. Голые Зевсы. Заводы простаивают. Ну и все. И последние самые Разым. Здесь я уже решился подняться на холм. Последние Зевсы противника были слиты. Дальше. Дорога только вперед. Ну то есть вот все. Как только можно уничтожаем его. Мамонтами издалека. Ягахамом. Плотными. У противника было примерно 7 центров снабжения. То есть не сильно большую ферму он планировал сделать. Штаб четвертого уровня. Ну в общем как-то так. Играли мы оба на синих. Я же кажется ни одного голубуста не использовал. Желаю всем таких же успешных ферм. Если вы сопротивление. Если вы конфедерат. То желаю. Лучше конечно этого не желать. Так что просто всем удачи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok